Харе Кришна, дорогие преданные! Примите мои поклоны, пожалуйста. Меня зовут Рупар Рагунадхадас и я вас рад приветствовать на вечерней лекции по Бхагавадгите. Вместе с вами мы продолжим чтение 18 главы Бхагавадгиты. Если у вас будут вопросы, вы, пожалуйста, их себе на полях померьте или можете сразу писать чат. Но перед началом лекции я предлагаю спеть вместе с вами небольшую кирту, чтобы настроиться на духовное общение. Ом, Вишну падая, Вишна крештая Бутале. Шримати Бхакти, Веданта, вспоминайте на mélange кирпикам и��ем. Намас те, сэр сохаты де, вауравани прачарины. Мир виши шаще Sa. Шумя ва-дим, ваш тяцья де штатарине. Шрими Кришна чайтаньяк, жизни Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama Hare 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова 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 «Тамасам», относящиеся к гуне тьмы, «Удахритам», называемые, литературный перевод. А знания, привязывающие человека к одному виду деятельности, как единственно важному, не дающие представления об истине и отличающиеся узостью и скудостью, называют знанием гуне невежества. Прочитаем благоприятные молитвы. Для тех, кто, может быть, не знает, они есть в самом начале Бхагавадгиты, в обведении. Начинается с обращения, с молитвы даже, к Рупагасвами. Омагьяна Тимирандася, Генанджана Шалакая, Чакшурунмилитам, Янатасмы Шри Грове, Шичитане Манобиштам, Стапитам Янабуттале, Своям Рупах, Кадамахям, Дадатисва, Падантикам. Хе, Кришна, Каруна Синду, Динабанду, Джагатпата, Гопиша, Гопика Канта, Радхаканта, Намастуте. Тапта Канчана Гауранги, Радхевринда, Ванешвари, Вришабхану, Сутадеви, Пранамами, Хариприе. Итак, впереди нас еще ждет комментарий Шлорупады, но я сделал небольшое вступление, так скажем, напомним, о чем шло повествование. И вообще, где, на какую часть Бхагавадгиты мы обращаем свой взор. 18 глава – это заключительная глава Бхагавадгиты. И Арджуна выслушал от Кришны уже все повествование Бхагавадгиты. И Шлорупада пишет в комментариях о том, что, по сути дела, Бхагавадгита – это с 1 по 17 главу. И все духовное знание, и все, что Господь хотел открыть Арджуне, Он уже сделал это в первых 17 главах. И 18 глава – это большая глава, в ней в три раза больше слог, чем в других. Заканчивается на 78-й шлоге, это 78 стихов в этой главе. И, по сути дела, глава еще раз пересказывает повествование Бхагавадгиты всей, от начала до конца. И начинается эта глава с вопроса Арджуны. Арджуна хочет еще раз для себя прояснить такие понятия, как тяга от решенности, саньяса – отречение от мира. Что же это такое, и как одно отличить от другого. И Кришна вкратце еще раз проясняет, что саньяса – это отказ от всякой деятельности. То есть это прекратить действовать в материальном мире с целью или дабы избавиться от последствий этой деятельности, с идеей освобождения, прекращения материальной жизни, цепочки рождения и смерти. И тяга – это отказ, он определяет как отказ от плодов всякой деятельности. Идея абсолютно та же самая – прекратить материальное существование, но средства разные. Тяга – это все же не отречься от деятельности, а продолжать действовать, но при этом не ради плодов этой деятельности, не ради плодов труда, скажем так, не для себя. И для того, чтобы продолжить действовать, не создавая последствий труда или не быть привязанным к плодам деятельности, надо понять, что это достаточно высокий уровень, это недостаточно просто услышать об этом или как-то академическим образом законспектировать это знание, пытаться зазубрить его. То есть это происходит не вследствие какого-то умозрительного или умственной деятельности, когда мы можем для себя теоретически, скажем так, принять решение о том, что больше так продолжаться не может, материальная жизнь должна прекратиться. Отказываюсь я, в общем, от плодов своего труда, от плодов деятельности. И на этом, так скажем, мы можем думать, что прекратится наше материальное существование. На самом деле это не так, все гораздо тоньше и глубже. И для того, чтобы по-настоящему прекратить эти последствия, важно понять, как все устроено в этом мире, как устроено в материальном мире. Чтобы по большому счету перестать действовать можно только лишь благодаря тому, чтобы обрести реализованное глубокое знание о том, что действовать-то на самом деле мы и не можем, потому что мы не являемся действующими. Хотя восприятие и вот эта вот телесная машина, в которой заключено наше сознание, оно говорит нам совершенно о противоположном. С утра, начиная новый день, мы чувствуем побуждение, исходящее изнутри, которое диктует нам сразу начать действовать. То есть мы обнаруживаем какое-то желание продолжить деятельность, которая закончилась для нас вчера. То есть обнаруживаем какой-то смысл в том, чтобы продолжать целенаправленно взаимодействие с объектами материального мира, с другими людьми. Благодаря тому, что у нас есть побуждение, мы продолжаем верить в то, что наши усилия, которые мы сами по собственной воле прилагаем, распоряжаемся целью приложения этим усилием, что они принесут результат посредством использования чувств. У нас есть органы чувств, есть сами чувства, есть соответствующие объекты для каждого органа, для каждого чувства, на которые мы можем влиять и взаимодействовать. И все это так увлекательно, что достаточно трудно оторвать свое сознание от взаимодействия с материальной природой и по-настоящему реализовать, что при всем при этом действуем-то не мы, а действует материальная природа, повелеваемая или находящаяся под контролем сверхдуши, которая как раз таки и санкционирует все изменения в материальном мире в соответствии с нашей кармой, скажем так, той программой, тем уровнем свободы, выбора действий, которое у нас наработано за множество жизней, которая нам дана, и той санкции, которая в конкретный момент времени сверхдуша позволяет или не позволяет для каких-то изменений. Так вот, пять факторов деятельности. Только после того, как человек, по сути, осознает, реализует, он может рассчитывать на то, чтобы прекратить получать плоды. в своей деятельности и практиковать духовные знания, духовную практику. И вот, возвращаясь к стиху, к 22-му тексту, Кришна начинает рассказывать о том же, как же духовное, что препятствует духовному существу, для того, чтобы разобраться об этом непростом вопросе. И Кришна сообщает, что есть гуны материальной природы, и есть несколько факторов, которые влияют, да, вот в детальном стихе. Кришна говорит, что три гуны материальной природы определяют три вида знания, три вида действий и три вида исполнителей, и собирается о них рассказать. Почему Кришна говорит об этом? Потому что именно эти три составляющие запутывают живое существо, не дают возможности, да, три гуны, эти три составляющие в разных гунах запутывают живое существо, не дают возможность понять, что действующие не мы. И в 20-21 стихе Кришна рассказал, он начал повествование с фактора знания, он дал определение, что же такое знание в гуне благости, да, это когда человек или живое существо видит единую духовную природу во всех живых существах, да, и это позволяет соответствующим образом ему действовать, да. Гуна страсти, знания, да, благодаря которым человек видит различия, да, между разными телами живых существ. И вот о знании в гуне невежества Кришна говорит следующее, да, литературный перевод. Знания, привязывающие человека к одному виду деятельности, как единственному важному, не дающие представления об истине и отличающейся узостью и скудостью, называют знания в гуне невежества. Обратите внимание, интересно, что если знания в гуне благости и в гуне страсти, это знания, которые направлены и даются определение этому знанию, исходя из того, как он видит остальных живых существ, то есть фактически та платформа, с которой он взаимодействует с другими живыми существами, заключенный в материальных телах, но тем не менее он взаимодействует именно с живыми существами, то в гуне тьмы уже нет, да, нет примера или нет сравнения, да, то есть не дается примера о том, как взаимодействовать или как видеть других живых существ. Просто Кришна подчеркивает, что есть некая деятельность, которая отличается узостью и скудостью, да, и которая не дает представления об истине, то есть о взаимодействии с живыми существами, речи не идет. И комментарий Шулорупады. «Знания, которым обладают обыкновенные люди, это всегда знания в гуне тьмы или невежества, ибо каждое обусловленное живое существо рождается в этой гуне. Тот, кто обрел знания, изучая Священное Писание или слушая сведущих людей, обладает знанием лишь о том, что связано с телом». Еще раз. «Тот, кто не обрел знания, изучая Священное Писание или слушая сведущих людей, обладает знанием лишь о том, что связано с телом». И речь идет об абсолютно подавляющем большинстве людей, которые рождены, мы все рождены были во тьме невежества, да, и молитва, с которой мы начали, она именно об этом говорит. И с самого детства мы воспитывались в культуре, где нам не дают представления о том, что мы прежде всего духовное существо, заключенное в материальном теле. То есть настолько сознание вовлечено в телесную концепцию, во все, что связано с телом, что очень сложно понять разницу между мною временным, как то, что когда-то родилось и неизбежно покинет этот мир, умрет, прекратится существование в этом теле, да, и тем, кто всегда существовал и будет существовать. Хотя я вот и помню, что, например, в детском саду одной из первых таких моих реализаций благодаря учителям было все-таки нас учили понимать разницу, да, между там были одушевленными предметами, да, и неодушевленными. То есть все-таки мы учились видеть разницу между растениями, да, овощами и фруктами и, например, камнями или объектами материального мира. И все-таки какие-то азы, отличия, да, присутствия живого существа были заложены. Но, по сути дела, это нельзя назвать духовным знанием, потому что оно никак не меняет или не повлияло на мой образ жизни и действие, да, вот, потому что многие из нас мы вырастаем и фактически все наши жизненные цели, принципы, образ жизни, все интересы, они заключены в рамках вот существования и поддержания комфортной жизни вот для этого тела и все, что с ним связано. Ну, следовательно, и родственников, и материального благосостояния. И только сведущий в духовной науке человек может по-настоящему передать нам знание, которую, целью которого, которая выходит за принципы материальной жизни. И Шулапова говорит, что до тех пор, пока человек не постиг себя как дух или не прекратил жить жизнью вот в рамках четырех принципов еды и обороны совокупления, то, по сути дела, мы ничем, такое живое существо ничем не отличается от остальных животных, да, которые живут с теми же самыми целями, просто у них меньше возможности для более изощренного удовлетворения этих потребностей. И, но со временем человек может задаваться вопросами, да, получив какой-то определенный опыт материальной жизни, может задаться вопросами, что, может быть, это не все, что отложено на мой век, может быть, стоит, есть какая-то более высокая цель, да, чем просто поддерживать это существование, которое, в конце концов, все равно обречено, да. И, задаваясь таким вопросом, по сути, человек начинает искать изъян в том фундаменте знаний и представления о мире, которого он получил или которому он обладал, там, ну, от рождения плюс получив воспитание, там, от родителей или в школе, да, в системе образования. По сути дела, человек подвергает сомнению истинность или правильность, целеполагание собственной жизни, все ли он правильно понимает, да, правильно ли выстроен наиважнейший приоритет в жизни. И стоит сказать о том, что ведической системы веды вводит понятие источника знания, да, то есть та система, которым мы должны руководствоваться при принятии того или иного утверждения как знания, да, или источника знания. И это называется система ведических доказательств, которая является источником знания. И первый самый доступный способ познания мира – это непосредственный чувственный опыт и чувственное восприятие. И мы можем видеть, что просто пожелая что-то потрогать или попробовать на вкус, практически ничего не препятствует для того, чтобы это осуществить. Да, у нас есть органы чувств и сами чувства. И благодаря соприкосновению грубого материального тела с объектом познания мы можем получить определенный опыт, да, и называть это и думать, называть это знанием, да, и думать, что это и есть реальный мир, да, это и есть реальный опыт, который для нас формирует неоспоримую действительность, да, знание, которым мы закладываем свой базовый логический фундамент, которым руководствуемся потом автоматически, не подвергая его сомнению. Да, и таким образом человек в младенчестве, потом в детстве, он активно набирает там, ну, 99% знания об окружающем мире именно таким образом, то есть получая огромный бесконечный опыт, соприкосновение чувств, и на основе этого опыта, да, и опыт этот может быть разный, да, и объем знания и представления основанного на этом опыте тоже может быть разным. То есть если мы представим, что поместив разных людей в разные условия, да, то и объем знаний у них будет совершенно разный, и представления о мире тоже будут разным, да, и это объясняется тем, что несовершенство чувств не могут дать нам совершенного знания. На более позднем этапе взросления и развития развиваются наши интеллектуальные способности, и знания мы можем получать от умственных, от умственной деятельности, да, о том, чтобы сопоставляя, исключая, сравнивая или обобщая уже полученное знание на основе опыта и применяя, да, логику таким образом, мы можем получить некие выводы, да, и подтверждая, получая подтверждение правильности выводов, продолжать наслаивать вот этот вот фундамент, базис знания, материального знания, продолжая дальше развивать свое материальное знание. И этот способ знания также несовершенен, потому что основан на заключениях, которые, в свою очередь, опираются на опыт чувств. И чувства, как мы знаем, они несовершенны сами по себе, поэтому знания, которые получены на основе несовершенных чувств, по определению не могут быть совершенными. Есть простой пример, как-то можно понять, например, что рекламная запись, например, да, вот я всегда пытаюсь так продемонстрировать, рекламная запись в 100 метрах, там нам может быть абсолютно неразличима, хотя она реально существует, вот, но для человека с дальнозоркостью, да, обладающим другим органом, да, возможностями познания, он может без труда прочитать эту запись. Мы же, там, имея не такую, да, не такую развитую способность видеть, можем увидеть или ошибиться, да, и так практически со всеми пятью органами чувств, да. Мы можем видеть, что есть живые существа, которые, каждый из которых обладает гораздо большей способностью видеть, слышать, различать вкусы, запахи, да, и так далее. Также, продолжая познавать мир, мы склонны принимать авторитеты и опираться, ну, то есть, как источник знания, да, как доказательство для того, чтобы опираться в применении, да, в процессе жизни некие авторитеты в данной области. И современная культура, цивилизация очень широко использует именно этот способ доказательств в обосновании доктрины научной, да, и обосновании важности и правильности, и правильности направления научно-технического прогресса и развития материальной цивилизации. И действительно, благодаря науке, развитию техники, современные люди достигли больших результатов, как может нам казаться, мы видим развитие и промышленности, и электроники. И сейчас современные разработки посвящены тому, чтобы совсем стереть различия между машиной и человеком, да. Также есть огромные идеи, да, и огромные средства тратятся на то, чтобы, скажем так, колонизировать или распространить человеческую расу или цивилизацию на соседние планеты, в соседние галактики, тратится огромное количество денег. Но, по сути своей, если мы посмотрим, то идея в основе этой деятельности, она все то же самое, да, распространить повсеместно все те же самые ценности животного существования, чтобы получше спать, да, может быть, на другой планете, но шел пропады, он говорил, что, ну вот вы полетите на Луну, а что вы там будете делать, да, будете точно так же спать, есть, по сути дела, ничего не изменится, смысл жизни не изменится. И вот таковы три инструмента, три доказательства в общей системе доказательств, которые сами по себе не являются совершенными, потому что даже материальная наука или способ принятия авторитета может приводить людей к краху, да, потому что мы зависим фактически от того, насколько совершенен тот авторитет, которого мы приняли. И, к сожалению, может оказаться, что потраченное время следования за такими авторитетами, оно не приведет ни к чему хорошему, мы частенько это видим. Также это в классических произведениях описывается. Но в это также описывает знание, которое само по себе, оно непогрешимо. Знание непогрешимо, и источник его сам по себе является непогрешимым. Оно как бы исходит сверху, да, то есть это то знание, которое существовало всегда, оно вечно, оно не находится в зависимости от человека, то есть оно не является продуктом заключений или каких-то манипуляций ума живого существа, да, то есть это то, что объективно существует, это то, что называется абсолютной истиной и находится в абсолютно независимом положении от человеческих оценок. Источником его является Господь, мы понимаем, что все знание, все мироустройство вместе с этим знанием исходит из него. И все, что нам необходимо сделать, это то, о чем пишет Шиларупада, нужно быть достаточно удачливыми для того, чтобы встретить представителя этого источника непогрешимого и без искажений передать духовное знание человеку, который способен постичь его. Можно продолжить читать, прочитать, читать дальше комментарии. Шиларупада пишет дальше, да, про человека, который находится в телесной концепции с телесным знанием или знанием, только тем знанием, которое связано с телом. Он и не думает о том, чтобы действовать в соответствии с Писаниями. Его Богом являются деньги, а знание для него сводится к удовлетворению потребностей тела. Такое знание никак не связано с абсолютной истиной. Оно мало чем отличается от знания, которым обладают обычные животные. Это знание о том, как есть, спать, защищаться и совокупляться. Подобное знание здесь названо порождением гуны тьмы. Иными словами, знание о вечной душе, существующей вне и помимо материального тела, называют знанием гуни благости. Знание, порождающее множество разнообразных теорий и доктрин, основанных на логике и сомнительных гипотезах, является знанием гуни страсти, а знание, служащее единственной целью – окружить комфортно материальное тело. Это знание гуни невежества. И вот наша задача, после того, как мы прочитали о том, что есть разные виды знаний, вернее, знания в разных гунах, попытаться проанализировать о том, в какой гуни преобладает наше знание, то есть что же является целью применения знания нами. И Шелук Квада пишет, что если в основном наше знание направлено на то, как же получше наслаждать свои чувства, как же получше окружить себя материальным комфортом, то это признаки того, что знание и цель, на которую направлено это знание, оно находится под преобладающим влиянием гуны тьмы. И фактически, и дальше Кришна будет говорить об этом, оно не принесет нам блага, истинного блага. Конечно, после того, как мы осознаем, реализуем влияние гуны тьмы, захочется нам что-то изменить в жизни, и будет предложено огромное множество знаний в других гунах. И для этой цели Шелук Квада определяет, что есть знание о гуне страсти, которое само по себе может выглядеть очень интересно, порождающее множество разнообразных доктрин. И мы видим, что нам материальная наука, или, скажем так, существуют в человеческом обществе разные группы людей, которые говорят о том, что тот образ жизни или те цели, которые они культивируют в этих сообществах, они являются надежными, гарантирующими счастье, источниками. Но, как правило, они не могут подтвердить это уже какими-то результатами, скажем так. Или, как правило, это все сопровождается в основном лозунгами, обещаниями или красивыми рекламными проспектами. Но, например, часто лидеры мнений, скажем так, просто позиционируют свою жизнь, исходя из принятых социальных норм, успешной жизни. Но многие из них признаются о том, что они не реализованы или не чувствуют себя счастливы. И на самом деле находятся, сами находятся в поиске этого баланса, в поиске чего-то действительно стоящего, на что можно потратить жизнь. Или мы знаем, что многие филантропы, меценаты, или просто успешные бизнесмены, люди, богатые, к концу жизни, они делают выводы и признаются об этом публично, что если бы предоставить им новую возможность, они, возможно, распорядились бы своим ресурсом, человеческим ресурсом, своим разумом, немножко по-другому, в сторону тех ценностей, которые по-настоящему приближают человека к уровню гунной благости. Это еще не трансцендентный уровень. Как правило, люди достаточно далеко находятся от, скажем так, преданного служения, от идеалов ващновизма, от идеалов и идей преданного служения верховной личности Бога, именно богоцентричного мировоззрения. Но это та реализация, к которой люди приходят и указывают на то, что все-таки лучше отказаться сразу и транслируется это в попытке или с желанием сделать что-то полезное и важное для мира. Таким сообщением это указать о том, что нужно постараться избавиться от влияния, фактически, от влияния гунной тьмы и страсти. Таким образом, и если вернуться к конве повествования, с чего начиналась 18 глава, то речь идет о том, чтобы прийти к деятельности, которая не создает последствий для того, кто действует, для души, для того, чтобы разорвать материальную жизнь, рождение и смерть. И нам в этом помогает знание в гуне благости, потому что дает возможность видеть разные живые существа, как представители духа, по форме разных, но идентичных по природе, по своей, являющейся духовными существами. И таким образом на совершенно другом уровне взаимодействия с ними, все меньше и меньше совершая какой-то корыстной деятельности, желанием присвоить себе плоды такой деятельности. На этом я, наверное, свое повествование закончу. Харе Кришна. Если есть вопросы, давайте их обсудим. Сразу могу сказать, что я такой же, как и вы, исследователи, в попытках постичь послание Кришны в комментариях Шилурупады. И Шилурупада нам дает возможность осознать, что можно идти вот этим восходящим путем получения знания, а можно получить знания сразу нисходящим путем, то есть из верного источника и сразу начать практиковать жизнь в преданном служении, которое, по сути, является целью любой духовной практики, целью достижения совершенства. Это практиковать преданное служение, бхакти-йогу, посвящать плоды своей деятельности Кришне, Верховной Личности. Вот такое заключение. Ну, если вопросов нет, тогда я благодарю вас за внимание. желаю вам по-настоящему привязаться к Бхагавадгите, к прочтению и постижению послания Бхагавадгиты, потому что с него начинается духовное знание. Первое, о чем Кришна хочет нам сообщить, потому что все то, что актуально для Арджуны, актуально и в нашей жизни, по сути дела, нет разницы между полем битвы, на котором присутствует Арджуна, которому предстоит выбрать или решить для себя исполнять же ему долг, на который прямо указывает Кришна, о котором прямо Кришна указывает, как это та деятельность, которую он хочет, чтобы Арджуна совершил. При этом Кришна сообщает, что если он будет это делать в ключе тьяги, отрешенности, то он не навлечет на себя греха. Все то же самое и для нас с вами верно, применимо, потому что материальная жизнь, материальное существование, оно и есть как поле битвы, и до тех пор, пока мы не примем, решительно, не отринем от себя неправильный образ, материалистичный образ жизни, фактически проигравшим на этом поле оказываемся мы и уже у более зрелых людей есть подтверждение в этого, в бессмысленности, в цикличности этого существования, так все задумано здесь, для того, чтобы мы по-настоящему задали себе эти вопросы и взяли ответственность и смелость начать решать их, повторять святое имя, и будьте счастливы, так говорил Шварупада, чем мы ему очень обязаны, обязаны его комментарием. Мои поклонны, преданные, Харе Кришна, рад был всех видеть, удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok